В эфире служба новостей Саров-24 в студии Кирилл Васенец. Здравствуйте! Традиционно в новогодние праздники мы вспоминаем о самых главных событиях ушедшего года. Чем он запомнился и чем отличился, чем порадовал, а может быть чем огорчил. Все, что активно обсуждалось в течение последних 12 месяцев в наших праздничных спецвыпусках. И сегодня мы вспоминаем апрель 2018. Ряды вооруженных сил России прошлой весной пополнили около 50 саровчан. Юноши отправились служить на военно-морской флот, военно-космические силы, воздушно-десантные, ракетные и сухопутные войска. Процедура подготовки к армии начинается с осмотра у окулиста, лора, психиатра, невролога, терапевта и других специалистов. Следующий этап – решение призывной комиссии. Традиционно призывники делятся на две категории. Тех, кто вынужден идти в армию по тем или иным жизненным причинам, и тех, кто для себя решил – военная карьера – это его призвание. Руслан Янцов как раз из последней категории. Для него служба в армии – семейная традиция. Мой батя служил, старший брат служит, и сейчас еще второй старший брат служит. Надо как бы отдать долг родине. У Руслана есть высшее техническое образование. И если все удачно сложится, проходить службу он будет в научной роте в Сергиевом посаде. И таких, как Руслан, много. Молодые люди все чаще сами изъявляют желание служить. Ребята готовы идти служить. У нас тенденция сейчас идет к улучшению. То есть ребята готовы идти и на срочную службу, и готовы идти на контракт. Проблем с этим нет. Как рассказала нам Наталья Лопашова, с отправкой на воинскую службу молодых людей работа сотрудников военкомата не заканчивается. Они пристально следят за судьбой призывников, делая запросы в воинские части по месту службы. Практически всегда положительные отзывы, очень хорошие о наших ребятах. Командиры части всегда доволены нашими призывниками. В этом году проходить срочную воинскую службу будут около 50 ребят из Сарова. Традиционно хотят попасть в ВДВ, морскую пехоту и военно-космические силы. Лето 2010 года надолго останется в памяти у жителей нашей страны. Аномальная жара стала причиной лесных пожаров катастрофических размеров. В тушении огня на территории нашего региона было задействовано большое количество служб вплоть до авиации МЧС России. Работы не прекращались даже ночью. С тех пор, перед началом пожароопасного периода, на всех предприятиях атомной отрасли, которые граничат с лесными массивами или расположены в них, проводятся тактико-специальные учения. Тактико-специальные учения проводятся в нашем городе далеко не в первый раз. Одна из главных задач – посмотреть, как происходит взаимодействие между службами, которые помогают в ликвидации чрезвычайной ситуации. А их немало. Добровольные внештатные формирования ядерного центра копают траншеи и убирают зерн, а также помогают сотрудникам ФМБА оказывать медицинскую помощь условным пострадавшим. Сотрудники специальных пожарных частей и военнослужащие ликвидируют очаги условных возгораний. Также впервые на учениях аварийно-технический центр запускает шестимоторный коптер, предназначенный для мониторинга оперативного реагирования на аварии с радиационным и другими факторами опасности. Он управляется в ручном, автоматическом и полуавтоматическом режиме. Чтобы вмешаться в управление или более точно посадить дрон, используют обычный джойстик. В данной комплектации он оснащен гиростабилизированной оптической камерой, которая видит в оптическом диапазоне и теплоизлучающие предметы. В учениях задействовано порядка 500 человек и несколько десятков техники. Автомобили для подачи воды и пожарные. А там, где не пройдет машина, в лесу и на болотистой местности, на помощь придет пожарный танк. На базе какого танка? Т-54 был. Переделанный пожарный. Как работает? Как работает? Очень просто. На нем стоит дополнительно агрегат, волговский двигатель для подачи воды. 13 кубов, взрывается вода в него. Помимо сотрудников различных служб, на учениях присутствуют и так называемые наблюдатели. В этот раз посмотреть, как работают наши специалисты, приехали коллеги из Трехгорного. В Сарове опыт большой, он и практический, и здесь силы и средства очень солидные. Пользуется территория повышенным вниманием и руководство горской корпорации «Росатом». Поэтому уровень, конечно, здесь подготовки и проведения учений очень высокий. В прошлом году во второй раз в нашем городе прошла акция по сдаче крови на типирование. Жители 13 городов Нижегородской области внесли свой вклад в пополнение национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевозчикова. Организаторы акции стремятся также привлечь внимание общества к проблемам донорства костного мозга, лечения гематологических и онкологических больных. Благодаря предыдущим акциям база потенциальных доноров пополнилась практически на 3000 человек. Елена Гаршин узнала об акции от друзей, которые сдавали кровь на типирование прошлой осенью, и решила, что если представится возможность, то она непременно примет участие. Всегда хотела быть донором, хотела помочь хоть как-то людям. Если есть такая возможность, почему бы не помочь? От меня не убудет, а кому-то возможно, я смогу спасти жизнь. Друзья, коллеги, интернет, телевидение, соровчане узнают об акции из разных источников. Приходится сдавать анализ крови по одному и целыми компаниями. Процедура не занимает много времени. Потенциальному донору нужно подписать соглашение о вступлении в регистр и сдать 9 мл крови. Другие обследования на этом этапе не проводятся. Узнала из канала 16, ну просто помочь, если вдруг кровь подойдет, почему нельзя детям, ну больным людям помочь. Ну, я думаю, мы даем некий шанс людям с такими заболеваниями на выздоровление. Современные медицинские технологии дают возможность победить опасные заболевания и спасти человеческие жизни. Но сделать это можно только с помощью неравнодушных людей. Желание помочь ближнему движет людьми разных возрастов и профессий. В прошлом году, в сентябре, я сдавала кровь. Очень хотелось помочь людям и, соответственно, хотела, конечно, в Арзамазар съездить. Очень рада, что у нас теперь проводятся такие акции. Национальный регистр доноров костного мозга имени Вася Перевозчикова постоянно пополняется донорами. А это значит, что еще больше людей смогут вернуться из больничных палат домой к родным. В апреле 2018 в Департаменте образования отметили полувековой юбилей Станции юных натуралистов. За 50-летнюю историю в ее стенах был накоплен богатейший педагогический опыт, который по сей день применяется при воспитании юных экологов и исследователей в области естественных наук. Вместе с этим Станция юных натуралистов стала ресурсно-методическим центром по эколого-биологическому образованию в нашем городе. По случаю юбилея педагогам Станции юнатов вручили почетные грамоты, благодарственные письма от Законодательного собрания Нижегородской области, Городской думы, Администрации и Ядерного центра. Коллеги и друзья поблагодарили педагогов за добросовестный труд и неоценимый вклад в воспитание подрастающего поколения. Станция юных натуралистов – это самое небольшое учреждение докобразования, но при этом самое наукоориентированное. На Станцию юнатов занимаются более 900 школьников. Педагоги проводят занятия в 80 группах и собственным примером увлекают детей в мир естественных наук. Чтобы поздравить с юбилеем коллектив Станции и поблагодарить за полученные знания, на праздничный вечер пришли выпускники. Станция юных натуралистов – это учреждение, которое дает бесценный багаж знаний, необходимых для поступления в высшие учреждения, но и для дальнейшей жизни. Не оставили без внимания ветеранов. Цветы и подарки вручили тем, кто долгие годы работал и передавал знания об окружающем мире детям на Станцию юных натуралистов. В прошлом апреле жителям России в юбилейный 15-й раз представилась возможность проверить знания родного языка и поучаствовать в тотальном диктанте. В 2018-м было представлено три отрывка из романа «Дети мои», рассказывающих о дне из жизни учителя немецкой словесности. Саров стал участником этой глобальной акции в пятый раз. Тотальный диктант написали 150 жителей нашего города. Более 30 человек разного возраста в одной из аудиторий второй гимназии склонились над бланками, старательно выводя буквы, вспоминая правила русского языка. Третью часть текста под названием «Вечер об учителе словесности по фамилии Бах» диктовал участникам акции Светлана Михайлова-Листром. Мне кажется, сегодня текст искрящийся, легкий и эмоционально интересный, но очень сложный по пунктуации. То, что текст оказался не из легких, подтвердили и участники проекта. Галина Александровна Блохнина пишет тотальный диктант уже во второй раз. Энтузиазма бывшему геологу не занимать. И даже будучи на пенсии, Галина Александровна ведет активный образ жизни. Я хочу свой уровень грамотности сохранить, как говорится. Я активный человек, я всегда куда-то врубаюсь в какие-то мероприятия. А вот Валерия Капустянская впервые решила попробовать свои силы в таком экзамене на грамотность. И поначалу немного волновалась. Ну, конечно, потом мне удалось успокоиться, потому что это же все-таки для себя, в принципе. Оценка это только для меня, и мне на будущее будет уроком знать свои, может быть, сильные или слабые стороны. Тотальный диктант саровчане писали уже в пятый раз. По сравнению с прошлыми годами количество желающих проверить свою грамотность снизилось. Участие в акции приняли чуть больше 150 жителей города. В прошлом году Осаров вновь присоединился ко всероссийской акции «100 баллов для победы». Ежегодно в ее рамках выпускники, получившие максимальные баллы на ЕГЭ, проводят мастер-классы и делятся своим опытом и секретами успешной подготовки к экзамену со старшеклассниками. Акция проводится по инициативе Рособорнадзора. Ее главная цель – снять у школьников лишнее напряжение, связанное с подготовкой к единому госэкзамену и настроить ребят на успех. Юлия Леник уже выбрала будущую профессию и вуз, где намерена получить специальность. Осталось сдать экзамены на максимально высокие баллы. Поэтому сейчас Юля бросила все силы на подготовку к предстоящим испытаниям. Но в первую очередь она старается справиться с волнением. Больше психологический барьер, поскольку я не знаю, что будет. Готовишься ко всему, но ты не знаешь, что тебе выпадет на экзамене. Поэтому стараешься объять необъятное. Как выстроить график самоподготовки перед экзаменами? Как справиться с нарастающим волнением, которое перед ЕГЭ растет в геометрической прогрессии? За ответами на эти главные вопросы пришли старшеклассники трех школ нашего города. Советы давали их сверстники, которые получили за ЕГЭ высокие баллы и теперь учатся в престижных вузах. Полезными были и рекомендации тех, кто уже давно закончил школу. Вам, конечно, надо научиться не просто получать знания и демонстрировать, но вообще учиться экзаменоваться. То есть преодолевать свое волнение, настраиваться на этот процесс. Свои советы дали и специалисты. О том, как эксперты проверяют экзаменационные работы, на что нужно обратить особое внимание, чтобы не были снижены баллы, рассказала член предметной комиссии по обществознанию. Психолог напомнила об основных способах справиться со страхами и волнением и провела небольшой тренинг. Для любителей хоккея сезон 2017-2018 стал особенным. Благодаря поддержке спонсора саровские хоккеисты-любители смогли вернуться в региональное первенство после многолетнего перерыва. И это возвращение стало триумфальным. Целый год хоккейный клуб «Саров Инвест» уверенно шел к званию лучшей команды области. В регулярном чемпионате спортсмены проиграли лишь один матч. За главный трофей соревнований саровчане сражались с хоккейным клубом «Сеченова» и смогли подарить своим болельщикам настоящий праздник. Это чемпионство стало по-настоящему долгожданным. Почти 8 лет «Саров» не был представлен на хоккейной карте области. В 2017-м наши спортсмены вернулись и сразу громко заявили о себе. Триумфальное шествие в регулярном чемпионате, блестящее выступление в плей-офф и, как результат, красивый финал. «Хоккасаров Инвест» в трех матчах обыграл своего соперника из «Сеченова». Конечно, ребятам тяжеловато «Сеченова». Все-таки две пятерки играют. Наши хорошие зоны играют хорошо, молодцы. Розовные комбинации хорошие. На уровне высшей лиги. Поляков нормально, Румынин хорошо играет. Нормально ребята играют. Во втором матче финала на выезде «Сеченова» наши спортсмены поставили рекорд сезона, забив сопернику за одну игру 23 шайбы. В последней третьей встрече уже у себя дома саровчане решили не снижать темп и отправили в ворота гостей 21 шайбу. «Сеченовцы» смогли ответить лишь семью. Команда «Сеченова» – это очень достойная команда. Она вышла в финал, то есть это уже показали в полфинале. Они обыграли в «Х» достаточно сильную команду. Поэтому мы настраивались, мы сделали максимум. То, что хотелось, конечно, не получилось. Да, мы расстроились. У нас нет основного вратаря. Поэтому линия обороны, линия вратарская была слабая. Закономерная победа и заслуженный кубок. Поздравления с чемпионством саровчане принимали дома на своем льду. Вручить главный трофей лидеру в наш город приехал исполнительный директор Федерации хоккея Нижегородской области. Практически 8 лет отсутствовала команда «Сарова» на областном уровне. И вот после 8-летнего перерыва команда «Саров Инвест» заняла первое место среди мужских команд первой лиги. Сразу дебютант занял первое место. Сегодня мы обязаны выразить глубокую признательность компании «Саров Инвест» за то, что существует такая команда. За то, что команда очень здорово себя проявила в этом сезоне. Поздравляю нашу команду с победой. Мы рады, мы горды за вас. За наш саровский хоккей. Обещаем в будущем стремиться работать во благо нашего города и развивать спорт. С победой! Хотелось бы сказать спасибо администрации Ледового дворца и администрации города. Они тоже в нас поверили, дали нам возможность, дали шанс. Естественно, хочу сказать огромное болельщикам спасибо, потому что без их помощи, без их поддержки ничего бы не получилось. Ну и, конечно же, самое главное сказать спасибо огромное Павла Димурщу Харитонову, который поверил в нас, собственно, выделил какие-то средства для того, чтобы эта команда существовала, выигрывала и добивалась каких-то результатов. Таким нам запомнился апрель ушедшего года. Ну а вспомнить важные для вас события 2017-го и пересмотреть репортажи о них вы можете в любое удобное для вас время на нашем канале в Ютубе. Также все новости ищите в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. А уже завтра мы расскажем о том, каким был прошлый май. В студии работал Кирилл Васенин. Всего вам доброго и только хороших вам новостей в наступившем году. Редактор субтитров А.Семкин